Развитие отрасли культуры способствует сохранению имеющегося потенциала культурно-досуговой среды. Поэтому учреждения культуры Амурского района стараются идти в ногу со временем и обновлять свою материально-техническую базу. Не секрет, что Амурский район ведет активное и разностороннее культурное развитие. Так, на сегодняшний день активно используются в помощь развитию культуры не только муниципальные, но и федеральные субсидии. Два учреждения успешно реализуют средства федерального субсидирования на благо культурного просвещения амурчан. И с целью проверки Амурск посетил первый заместитель министра культуры Хабаровского края Марина Александровна Лоскутникова. Мы приехали посмотреть, как реализованы средства субсидии федеральные на приобретение музыкальных инструментов, а также как идет ход работ по подготовке к открытию нового кинотеатра на базе вашего кинотеатра. Ведется сегодня реконструкция зала, ведется переоборудование имеющегося оборудования для кинопоказа. Вот как раз с учетом того, что на оба эти учреждения выделены федеральные деньги, а также есть краевое софинансирование, мы приехали посмотреть, каким образом эти деньги осваиваются. Так, на сегодняшний момент активно ведется работа по реконструкции зрительного зала в кинотеатре «Молодость». Уже совсем скоро жители Амурска и гости города и района смогут посетить и оценить уже обновленный кинозал во всех его масштабах. Мы в этом году участвовали в программе фонда кино, подавали документы на грант от фонда кино. Самая большая сумма – это 5 миллионов. Подготовили пакет документов, все отправили в Москву, и нам пришло сообщение, что нас включили в программу, как говорится, мы выиграли этот грант. Что касается грантовых денег фонда кино, в эти 5 миллионов у нас вошли кресла новые, будет полный зал, новые места, кресла и будут вип-места. Это кожаные диваны, будет последний ряд у нас 8 диванчиков по 2 места. И в эту сумму у нас вошел звук вокруг поменяем. Это полностью 16 колонок, включая заэкранные. Поэтому амурчане смогут 24 числа насладиться новым звуком, новым изображением. Ну, мы надеемся, что всем все понравится. Детская музыкальная школа также обзавелась новым оборудованием, музыкальными инструментами и пособиями для учащихся. Так, например, были приобретены фортепиано Михаил Клинка, станки для образцового академического хора, ученическая и концертные гитары, инструменты для русского народного оркестра, звуковое оборудование для концертных выступлений и интерактивный комплекс «Смарт». Все это было продемонстрировано в действии и оценено как самими пользователями, так и гостями школы. На разных уровнях звучат сегодня утверждения о том, что культура – это эффективный ускоритель социального прогресса, важнейшее средство разностороннего развития личности. Роль культуры в общественной жизни в приобщении населения к духовным ценностям возрастает, и это предъявляет все новые требования к совершенствованию отрасли.